Всем привет, меня зовут Ксения, и сегодня я вам расскажу, какие ошибки я исключила из своей торговли, и у меня получилось, вот, да, сейчас с уверенностью могу сказать, что у меня получилось выйти на стабильный доход, на Форексе, в крипте и так далее. Но перед тем, как начать, мне хотелось бы задать вам такой вопрос. Смотрите, вот сколько денег вам нужно зарабатывать, вот, для счастья? Не нужно там сейчас придумать миллион долларов, десять миллионов долларов, вот просто скажите, вот, какой уровень вашего дохода должен быть, чтобы вы прямо сейчас ушли с работы и просто сидели дома, чилили, работали в кайф и не зависели ни от каких тупых лысых дяденек. Очень важно, чтобы вы написали мне в комментариях цифру, в которую вы сами верите. Суть в том, что в этом видео я вам покажу, как уже со 141 доллара дошла до 201, но прикол в том, что 60 долларов я заработала за полутора суток, понимаете? С учетом того, что я разгоняю депозит, мне каждый доллар важен, с учетом этого я смотрю в будущее, я разгоню, надеюсь, что у меня это получится, этот депозит до больших цифр, и эти большие цифры мне уже позволят получать намного больше. И на Форексе у меня уже есть достаточно крутые результаты, тем более сейчас, когда у брокера Амаркетс появилась крипта, мне прям в кайф, то есть если до этого я могла не успеть за день поторговать, потому что рынки уже закрылись, потому что уже все, время, вечер, ночь, то сейчас вот у меня появилось настроение ночью, я села за графики ночью, открыла сделочку. Поставила тейк, поставила стоп, пошла там, поспала, погуляла, все по кайфу. Смотрите, изначально я хотела эти сделки вам показывать по теханализу, но потом в процессе этих сделок, когда я торговала, до меня дошли некоторые нюансы, которыми я бы хотела с вами поделиться. Первое, что скажу, я вам реально говорю, если вы хотите вот уже какие-то сдвиги увидеть у себя, просто поймите уровни поддержки и сопротивления, просто хотя бы их. Остальное, вот 90% успеха сделки зависит не от этого. Так, давайте, ладно, переходить к сути. И да, стараюсь вам специально показывать все свои сделки от начала до конца, чтобы потом, когда у меня будет крупная сумма на депозите, вы мне не говорили, ай, вот у тебя есть бабки, ты закинула. Вот, все показываю, все кристально чисто. Вы сами все наблюдаете, сами все видите. Был хороший заработок, показала заработок. Был слив, показала слив. То есть в этом механизм. Чтобы вы сейчас большую часть данного разгона видели. Так, первую сделочку я открыла и через 11,5 минут закрыла. И у меня получилось примерно плюс 18 долларов. А, обратите внимание, это было в час ночи. Скорее всего, я валялась в кровати и такая, блин, хочу открыть сделочку. Следующую сделку я планировала открыть на всю ночь, пока буду спать. Увидела вот такой коридорчик. Проставила вот еще один уровень поддержки. Поняла, что цена уже вышла за пределы этого уровня. Так, открыла сделочку. Выставила, короче, тейки, стопы и ушла спокойно спать. Эта сделка у меня закрылась по стопу в минус 8 долларов. Дальше я проснулась уже с утра. Проанализировала рынок. Открыла сделочку. Поставила тейк, стоп на всякий случай. Даже с учетом того, что я собиралась все равно наблюдать за графиком. Все равно наблюдать за тем, что происходит со сделкой. Решила просто себя сейчас чаще подстраховывать. Потому что я из-за того, что не ставлю здесь тейки и стопы, я уже на форексе это забываю. То есть я открываю сделку и такая убежала, потом через 15 минут, блин, я же ничего не поставила. А все из-за того, что здесь я наблюдаю все время, пока у меня идет сделка за графиком. А на форекс я просто открываю и ухожу от компьютера, занимаясь своими делами. Эту сделку я закрыла в плюс 25 долларов. Вот. То есть на балансе уже было 176. Вот дальше очень-очень показательная сделка, потому что... Так, я вам открою, сейчас покажу. Ой, это скринчик. Какой? А! Это скрин того, что я закрылась вот где-то здесь в плюс 25 долларов. Не дожидалась тейка. И вот, как раз заскринила. Я же планировала снимать в техническом анализе. И что цена развернулась от того уровня, где я поняла, что все, надо закрываться, что дальше в плюсик не пойдет. Так, тут открыла сделочку. Вот здесь вообще интереснейшая ситуация. У нас есть такие монеты, в которых вот один пункт, он достаточно дорого стоит. То есть, если там на одной монетке цена скаканет на чуть-чуть, и у вас будет там, например, плюс 50 баксов сразу, на другой монетке у вас там будет на такое же расстояние, на столько же пунктов скаканет, у вас будет там плюс 3 доллара. Получилось так, что я наткнулась на большую волатильность, я наткнулась на достаточно дорогую стоимость пункта. И просто закрылась в минус 14 долларов. То есть, здесь вот я решила показать, обновить баланс, что у меня минус 14 долларов. И ситуация была так, что цена пошла не в мою сторону. И буквально за миллисекунды просто идет в минус, в минус, в минус. Я понимаю, что, блин, жопа какая-то началась, и что надо срочно закрыть это. Так вот, мораль всей басни такова. До этого у меня была политика, да, сейчас стопудово развернется, сейчас будет хотя бы меньше минус и так далее. Но здесь я научилась принимать ситуацию с минусом. То есть, я научилась, что да, я сейчас закроюсь в эти гребаные минус 14 баксов, открою сразу же другую сделку, пойму какую-то, может быть, ошибку, может, что-то новое увижу. Но просто отобью эту сделку. И нахрен мне не надо сейчас нервничать, чтобы у меня сейчас пол депозита сжирало, потому что жадность зло. Все, я спокойно, я даже не парилась. Я понимала, что, блин, ну обидно, да, обидно, и что? Продолжила дальше спокойно торговать. У меня есть цель. Я хочу разогнать этот депозит до 1000 долларов, хотя бы. Тут я на этой же монете, быстро-быстро, опять же, на этих мини-пунктах, вот, поймала примерно 19 долларов, понимаете? То есть, вот, в 12.17 у меня был 161 доллар, я такая, блин, закрылась в минус 14. И тут, ба-бах, сразу же, там, в 12.30 у меня уже 179. Тут была сделочка, я поняла свой косяк, я прям наблюдала, и примерно ее закрыла в минус, там, 3 с чем-то доллара, по-моему. Здесь я приняла позицию того, что ситуация на рынке просто поменялась в секунду, и что я открыла в одном направлении, поняла, там, по микродвижениям не, в этом направлении точно не попрется. Лучше-ка я закроюсь, лучше-ка я перейду на другую монеточку. Так, тут опять открываю сделочку и закрываю ее с минусом в 12 долларов, понимаете? То есть, у меня было, там, минус 14, плюс 19 и опять минус 12. То есть, опять я отпускаю ситуацию, такая, так, ситуация идет не в мою сторону, лучше-ка я закроюсь на минусе. Тут какая-то у меня следующая сделка была открыта. И закрыла я ее в плюс 18-19 долларов. Блин, я, скорее всего, путаю как-то порядок, что ли, этих сделок. Или что-то упускаю. Ну, в общем, суть вы понимаете. Просто, когда куча просто снимков экрана на телефоне, очень начинаю путаться. Так, дальше тоже вот открыла сделочку. Закрыла ее в плюс 10. О, вот эту сделку я прям помню. Я за ней наблюдала, наблюдала, наблюдала. И вот по этим ситуациям я поняла, что нужно сейчас переобуться и открыться в другую сторону. То есть, закрыла ее в минус 2 вакса. У меня сделка была в лонг. И открылась в шорт. У меня была цель дойти до 200. И как раз вот правильно я почувствовала, что цена сейчас не пойдет на повышение, хоть она и находилась в зоне поддержки. И поймала вот такое вот движение. Закрылась в плюс 8 долларов и на счету стала 201. Теперь хочу вам рассказать несколько секретиков. Первая ошибка, которую я совершила, причем абсолютно на всех брокерах, на которых когда-либо торговала, я регистрируюсь по прямой ссылке. То есть, у меня был шанс сэкономить на комиссиях, у меня был шанс сэкономить достаточно много денег. Например, если вы зарегистрируетесь по моим ссылкам в описании, там на форекс-брокере, на бинансе, вы получите пожизненную скидку. Я ни по чьей ссылке не регистрировалась. И только со временем, что на форексе, что здесь, я поняла, сколько денег я трачу на комиссии. То есть, когда вы совершаете там десяток сделок в день, 10, 20, 30 сделок, выходит достаточно приличная сумма. Если бы я сразу об этом позаботилась, если бы я сейчас разобралась, как оплачивать комиссии монеты BNB, там еще скидка 10%, было бы вообще по кайфу. У вас есть такая возможность. Если я вам не нравлюсь, вы можете зайти к любому другому трейдеру под их видео, кто дает скидку, зарегистрироваться по их ссылкам. Но, поверьте, разница достаточно ощутимая. Второй секрет, о котором я вам скажу. Мне нужно было только принять ситуацию, что да не развернется цена, да не надо в это верить. Она же даже по теханализу, все, пошла не в мою сторону. Просто нужно принять этот минус и все. И вот как я только поняла, что все, пора принимать эти ситуации, пора переставать надеяться на какое-то чудо, что сейчас, вопреки всем правилам, вопреки теханализу, цена развернется в мою сторону. Все. Увидела плохую ситуацию, увидела, что цена идет не по моему сценарию, который я изначально планировала, закрыла сделку. И из этого перетекает сразу третий момент. Очень важно поймать ошибку. То есть, например, вот у меня была сделка, где я открылась сначала на повышение, закрылась в минус 2 доллара, открылась сразу же на понижение, и мы поймали импульс. Вот нужно понимать, нужно чувствовать рынок. Вы должны, чтобы его чувствовать, постоянно наблюдать сейчас за графиками. То есть, чтобы понимать и читать просто без всяких даже каких-либо знаний, вам достаточно начать чувствовать рынок. Ну, понять уровни хотя бы и чувствовать рынок. И когда вы поймете, уже на опыте будете видеть, что, блин, ну, судя по вот этим движениям, цена сейчас не пульнет в мою сторону, не буду надеяться на лучшее. Когда вы вот это себе в голове запишите, все пойдет лучше. Заметили, что ваша фигура, исходя из которой вы открылись, там, не оправдывается, что сформировалась другая фигура. Все, закрыли сделку, открыли там в другом направлении или перешли на другой актив. Следующая ошибка, которую я раньше очень часто, достаточно часто допускала, я анализировала один актив, открывалась на другом. Это просто банальная невнимательность. Скажу так, когда я торговала на бинарных опционах, у меня мою невнимательность было намного проще отбить и намного проще окупить. Сейчас, когда я перешла уже во взрослый трейдинг, здесь все немножко иначе. Здесь не ставки, здесь, чтобы получить 80% доходность, это надо подождать. То есть за минуту я не получу 80%. Не, ну есть, конечно, вариант взять максимальное плечо, взять монету, у которой каждый пункт дорого стоит. И, возможно, если я угадаю направление, я могу получить эти гребаные 80%. Но по факту механизм здесь другой, механизм здесь сложнее, но интереснее. На бинарках я не могла закрыться, когда я хочу, я не могла признать какие-то ошибки. Здесь я это могу сделать. Вообще, я начала сейчас себе позволять перерывы по трейдингу, то есть там торговать, например, пару дней в неделю, там, ну, или не торговать. То есть как захочу, по настроению. Но иногда на меня нападает вот такая штука, что торговать с утками, торговать с утками, как мне нравится наблюдать за графиками. Я даже шла в ванную с телефоном, понимаете, чтобы наблюдать, как у меня идет сделка. То есть вот настолько я периодически впадаю вот в эту хрень, что не могу остановиться. То есть глаз устает, фокусировка пропадает. И нельзя торговать постоянно, нужно делать перерывы. Например, там, не знаю, пару сделок открыть, все, уйти, развеяться, отдохнуть, не смотреть на графики там. Пару сделок открыть, отдохнуть. Но в моменте, когда вы начинаете фигарить там сотню сделок за час, ваш мозг просто начинает взрываться. Отсюда падает проходимость, отсюда вы теряете свои деньги. И еще последний момент. Были моменты, которые я допускала, когда я не анализировала. Заходила там в середине ценового коридора, не ждала, пока сформируется фигура. Ой, дай-ка я зайду по тренду, дай-ка то, дай-ка сё. Не нужно, если у вас нет желания сейчас анализировать, не нужно к этому относиться как к игрушке. Лучше не торгуйте, лучше отойдите. Если вы там, блин, хочу сегодня сейчас посмотреть какие-то там активы, какие-то монетки, хочу изучить полностью. Да, сели, посмотрели, изучили, открылись. Но если вы не хотите заморачиваться, хотите просто получить легкие деньги, не анализируя, лучше этого не делать. Когда вы открываете сделку, не проводя анализа, повезет вам раз, повезет вам два, но на третий вы сольете свой депозит. В общем, ладно, это видео получилось не совсем таким, каким я хотела его сделать, но я очень надеюсь, что оно вам понравилось. Ставьте огромные пальцы вверх, жмите подписаться на канал. Всем хорошего настроения, всем огромного профита, всем пока. И обязательно пишите в комментариях, какой контент вы хотели бы видеть у меня на канале.